Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Программа, где мы слышим истории, которые рассказывают об ответах на молитвы людей. Мы знаем, что эта передача является благословением для многих людей. И нам было бы очень приятно, если бы вы написали, из какой страны или города вы нас смотрите. Пишите об этом в строке комментариев. А мы начинаем. И опять, или как всегда, хотели бы начать нашу программу, обратившись к нашему Небесному Отцу в молитве. Господи Бог наш, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Благодарны за то, что у нас есть еще одна возможность услышать о том, как Ты работаешь в жизни людей. Услышать о том, как вера, она преодолевает невероятные преграды. Спасибо, Господи, за то, что Ты есть в нашей жизни, за то, что ведешь нас и открываешься нам. Слава и честь Тебе добудет за все. И через эту программу тоже. Аминь. Перед тем, как я представлю гостя нашей сегодняшней встречи, хочу напомнить вам, что тут мы не только слушаем об опытах других людей, но и приобретаем свои. Поэтому пишите нам ваши молитвенные просьбы в строке комментариев или же присылайте их смс-сообщением на номер 916-827-8540. Также нам было бы очень приятно видеть вас в нашей студии и услышать о том, как Бог ответил на вашу личную молитву. Для подачи заявки на участие в программе звоните или пишите на номер 916-254-8182. Ну а сейчас я хочу представить вам гостя нашей студии. И я с радостью представляю вам Юрия Бондаренко. Юра, здравствуй. Добрый, добрый, добрый. Я очень рад, что ты сегодня можешь быть вместе с нами на этой программе. Хотя ты достаточно известная личность в медиапространстве христианском, но все же несколько слов о себе. В какой семье ты вырос? Что за опыт был у тебя, когда ты познакомился с Богом? И вот опыт твоей первой личной молитвы. Я вырос в семье адвентистов. Я вырос в семье, так сказать, в половинчатой. То есть, наверное, даже не в половинчатой, а где две трети было верующих людей. И вот одна треть была условно верующим, религиозным человеком. То есть я рос по факту с бабушкой, дедушкой и с мамой. Потому что своего биологического отца я не помнил на момент, когда уже познакомился с Богом. Потому что мои родители развелись, мне было несколько месяцев. И мама с бабушкой, они всегда были в церкви, всегда водили меня. То есть я вообще себя не помню, чтобы я не был в церкви. Я помню когда-то, мне кажется, мне было лет около 20 с чем-то. Я первый раз в жизни в субботу оказался где-то в дороге. Опоздал автобус. Или я опоздал на автобус. Я ехал международным рейсом, международным рейсом автобусом. Я помню, для меня это было так странно в субботу находиться вообще не в церкви. Но это уже было намного позже. Дедушка у нас был условный православный, как бы религиозный человек. Бабушка, это, кстати говоря, большой молитвный опыт. Бабушка молилась о том, чтобы он пришел к истине. Он всегда верил в Бога, но его вера в Бога, это были слова. А вот чтобы уже не были слова, чтобы они стали реальностью, она молилась за него 58 лет. О, вау. Я не знаю еще. И все же она дождалась того момента, когда он пришел в церковь. Они прожили вместе семейной жизнью 63 года. Последние 5 лет он был членом церкви. Он как бы уже сдался, позвал пастора. Ты сказал крестить. Да, причем мне кажется уже на тот момент у него зрение очень сильно упало. Но еще он видел. И как бы все-таки Бог его достучался до него. Но он за этот отрезок времени приходил в церковь или очень редко? Практически нет. О, интересно. Мне кажется, я не помню, чтобы он приходил. А кто самую сильную роль сыграл в твоей жизни, вот именно в твоем духовном становлении, молитвенном становлении? Это была мама или бабушка? В первую очередь бабушка, а вторую очередь мама. Бабушка, она носительница истины. Она, это женщина, которая прожила 90 лет практически. Это женщина, которая каждый день читала «Утренний страж», «Дух пророчества». Каждый день читала обязательно Библию. Вот, и каждый день читала субботнюю школу. То есть у нас постоянно были богословские беседы, поэтому деду в принципе не нужно было ходить в церковь. Он слышал истину всегда, вот, вовремя и не вовремя, скажем так. Они вместе воспитали пятерых детей и меня дополнительно. Вот, и бабушка, она показывала мне Бога. Вот, все, что она мне говорила, все осталось во мне. Ты помнишь свой первый молитвенный опыт, ну, не то чтобы опыт, опыт того, как ты осознанно решил склониться на колени и о чем-то попросил? Я считаю, что первый молитвенный опыт у меня был в виде песни, потому что я с детства пел. Вот, это вот здесь мама приложила усилия. Мама у меня, у меня все в семье поющие люди, и бабушки, и дедушки, вот. И мама с детства меня учила песням. Вот, она вообще такая скромная, христианка, посвященная. Всю жизнь она такой вот человек. Вот, я бы сказал, не к чему придраться в плане духовного. Да, она женщина со своими эмоциями, эмоциальным миром, но переживаниями тревожная, может быть, как многие женщины. Но она при этом очень добрая. Вот, и вот это, вот, я бы не, я ни за что не скажу, что вот, там, у мамы, как, вот, мама не показывала Бога мне. И она показывала мне Бога через пение. Вот, причем, видимо, еще в том возрасте, когда я даже себя не помнил. Я уже пел. Вот, и я помню первое воспоминание. Я сижу на кухне с веником в руке, вот, и как будто играю на гитаре, на венике, вот, и пою, славьте Бога, славьте сей душою. Я помню, вот, помню, третий куплет. Салма, славьте Бога. Вот, это мой такой первый опыт. Такой вот первый искренний опыт, когда я вот увидел, как Бог ответил на мою молитву, я разбил вазу, родителей не было дома, вот. Это была глиняная ваза, но она была, тогда была такая мода, она была с такими глиняными цветочками, глазированная. Вот, и, естественно, она упала, эти цветочки откололись, и я страшно испугался. А я случайно ее зацепил, или куда-то лез, она там стояла, не помню, в общем. Но она упала и разбилась. И я, предчувствуя беду, что меня накажут, то, как бы, я рос в старой школе, вот. Я так распереживался, и я помню, я, мне было, наверное, лет 12. Я встал на колени, и просто, действительно, вот встал на колени, и говорю, Господи, прости меня, пожалуйста. Ты знаешь, вот, я не помню, о чем я молился, но помню, вот, у меня пришел такой мир в сердце, вот, мне реально Бог утешил. Вот, Он просто утешил. И я понял, я тогда запомнил, что такое мир в сердце. И, действительно, родители пришли, как бы, они там, никаких вопросов не было особо. Ну, расстроились, но ничего больше. То есть, обычно это было, там, ну, как бы, ну, мне объясняли, да, 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 как обычно, да. А тут, тут просто вот по благодати такое конкретное было, по милости. Слава Богу, да, наверное, вот эти молитвы в раннем детстве или в юном возрасте, они такие самые искренние, яркие и очень запоминающиеся. Еще меня, знаешь, меня очень всегда, и я вот сейчас это стараюсь, и говорю даже, когда выступаю об этом, я слышал бабушкины молитвы. Я их иногда слышал не тогда, когда мы с ней стояли, а когда она молится в соседней комнате, и она думает, что я не слышу. То есть, она так, с Богом искренне. И вот ее молитвы в комнате ничем не отличались от молитв там, и это был искренний разговор с большим уважением. Ее крестил один великий проповедник, пастор Мацанов. Вот, она еще была беременна, это были 50-е годы, тайное крещение. Вот, она была, по-моему, третьим ребенком беременна на тот момент. Вот, и она мне рассказывала очень много об этом проповеднике. Она всегда мне говорила, что это он очень серьезно относился к Слову Божьему. Она говорила мне, что он шел на кафедру, как будто впереди него идет Христос. То есть, без какого-либо там подскакивания, там какого-то шоу. То есть, он понимал ответственность. Ну, во-первых, это было коммунистическое время. То есть, время гонений, время преследований религиозных. То есть, там не было до смеха. Вот, потому что каждая проповедь могла стать последней. Вот, и вот она, вот этот момент, она мне тоже помогала. Вот, я видел это в молитвах. Очень большое уважение к Богу. Слава Богу, слава Богу за то, что в нашей жизни есть такие люди, которые оставляют вот такой след, который потом сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. О чем же будет сегодня твой опыт? Наверное, больше о работе. Вот я сейчас о семье поговорил. Ну, у нас есть молитвенная жизнь. Мы молимся с супругой, с детками. У нас две дочери. Вот, но я бы хотел поделиться такими переживаниями. Я тружусь в клинике христианской. Вот, и этой клинике уже около 10 лет. Наша клиника называется «Ангелия» в Киеве. И два года началась широкомасштабная такая война у нас в Украине. Назад уже. И это, конечно, привело к катастрофическим изменениям. Во-первых, люди поехали. То есть, ну, из 40-миллионного населения, там, порядка 15 миллионов людей переместились вообще просто из своих домов. То есть, это 15, 10, около 10 миллионов, по-моему, 8 или миллионов точно выехали вообще из страны. Еще порядка 10 миллионов сначала выехали, потом часть вернулись, то есть, ну, перемещались. И у нас команда на момент начала вот активной войны, она была где-то порядка 55 человек. Врачи, медсестры, технический персонал. У нас стационар, поликлиника, стоматология. Вот, и появилась мобильная клиника. И немного персонала, где-то человек 5. Кто-то планировал раньше уехать, они уехали тоже. Кто-то уехал на запад Украины, кто-то уехал за границу. И старшая медсестра наша, у нее мама тяжело больна. И она мне говорит, Юрий Александрович, я должна поехать к маме. За мамой некому ухаживать. Не справляются родные. А мама находится на территории, которая не контролируется Украиной. И я понимаю, что это не на два дня и не на неделю. Это надо ехать, минуя линию фронта. То есть, это... Другой возможности нет. И она очень хороший человек. Она настоящая такая христианка. И я молился, говорю, Господи, нам нужна медсестра. Мы молились. Это был апрель месяц 22-го года. Медсестра еще не уехала. Но я молился. И в этот день мы раздавали хлеб. Это было очень такое непростое время. Начало апреля. Киев был еще в очень печальном состоянии. Только-только войска российские ушли. Вот из-под Киева. Люди достаточно бедны. Вот. И мы раздавали хлеб. Мы привозили эвакуационными машинами хлеб. И я вышел в этот день, у меня такое побуждение было. Как бы там были братья, сестры, члены церкви, коллеги, которые раздавали хлеб. Вот. А я решил в этот день выйти. Потому что обычно там мы 2-3 раза в неделю раздавали хлеб. Бесплатные люди приходили, люди знали. И уже смотрю, человек 100 стоит на улице за хлебушком. Вот. И очередь. Ну и ребята выдают, там еще пастор выдает наш хлеб, еще там ребята. Я решил, просто очередь подходит, я говорю, добрый день, желаю здоровья. То есть не просто вот как бы дать человеку хлеб, и он ушел. Потому что людям не очень удобно. Я понимаю, что, ну, понимаешь, это столица. Кто-то, и приезжих много, беженцев уже. И людям неудобно хлеб брать. Потому что, понимаешь, они 2 месяца назад себе могли позволить не только хлеб. Вот. А тут работы нет. Ну и все такое. Я поддерживаю их. И, ну, женщины стоят, я говорю, как ваши дела, откуда вы? Она говорит, я с Киева. А вот моя подруга, говорит, приехала с Мариуполя. Я говорю, кто вы? Она говорит, я медсестра. Женщина такая, лет 60. Вот. Я говорю, о, говорю, вы наша коллега. Говорю, а вы? Я говорю, может быть, как у вас со сном? Как у вас настроение? Когда вы приехали с Мариуполя? Она говорит, 3 дня назад. Я говорю, как вы себя чувствуете? Она говорит, ну, говорит, со сном не важно. Потому что, говорит, я все время жду самолета. Что пролетит и кинет бомбу. Вот. Она потом рассказывала, как она эвакуировалась там, шла, бежала и так далее. Я говорю, приходите, говорю, мы вам поможем. Говорю, у нас есть таблетки, лекарства. Она смотрит на меня, говорит, знаете, доктор, я говорю, как вам, говорю, мы можем вам помочь. Она говорит, возьмите меня на работу. И она пришла на работу. Сегодня, с тех пор, как уехала старшая медсестра, она исполняет обязанности старшей медсестры. Она проработала 40 лет старшей медсестрой в Мариупольской больнице. В детском инфекционном отделении. Это потрясающая медсестра. Она наполовину татарка, наполовину гречанка. Она молится и по-татарски, и, по-моему, даже какие-то греческие слова знает. Вот. И она каждый раз... Полина Николаевна ее зовут. Она каждый раз ездит с нами на выезды мобильной клиники, молится за пациентов. При этом она не является еще членом церкви. Но она полностью в нашей адвентистской христианской культуре. Вовлечена в этот образ жизни. Она очень хорошая специалиста. То есть Бог ответил буквально за пару дней на Вашу молитву? Да. И наша медсестра смогла передать ей дела, смогла съездить к маме, потом вернулась, потом снова уехала. Потому что действительно там у мамы хроническое тяжелое заболевание, ей нужен уход. Это был такой первый ответ на молитву. Слава Богу. Да. Потом у нас уехал доктор-гинеколог. Должна была уехать. Она уехала сюда, кстати, в Америку. Замуж. Очень хорошая доктор. Она со слезами на глазах уезжала. Прекрасный человек. Таня Татьяна Александровна. Она хороший специалист. И я понимаю, что ей надо замуж. Как бы парень взял предложение. Да, и вообще я только за. Это прекрасно все. Но и мы молимся. И в этот момент мы молимся. Вот я молюсь. Говорю, мы молимся. И я говорю, Господи, Ты знаешь наш вопрос. И выставляем вакансию. И звонит женщина. И наш HR, она мне говорит, Юрий Александрович, мы нашли гинеколога. Вам понравится. Представляешь, Роман. Женщина работала в правительственной больнице. Гинекологом. Очень умная. Молодая женщина. Которая следовала в своей жизни целостным принципам. Вот именно в гинекологии. То есть она, о женщинах заботится. И по стечению обстоятельств она увольняется. Ее увольняют из этой больницы. И она говорит, она пришла, увидела клинику, там почитала. И, ну, как бы наш сотрудник по персоналу, она и говорит, Вы должны понимать, у нас христианская клиника. У нас целостный подход к здоровью. Мы молимся с пациентами. Она начинает улыбаться и слезать от чего-то. Она говорит, я мечтал работать в таком ощущении. Она говорит, у нас белая зарплата. Мы не берем взяток. И она, я ее потом собеседовал. И это доктор, которая тоже не адвентистка. Она искренне православный человек. Но она интересуется, она растет в своих отношениях с Богом. Слава Богу. До сих пор мы трудимся вместе. Татьяна Александровна спокойно вышла замуж. Гинекологическое дело у нас растет. Практика. Это второй доктор, от которого Господь послал. А найти доктора, верующего, специалиста... Вот я как раз хотел задать этот вопрос. Это дефицит. Это сложно, да? Это проблема огромная. Тем более, что люди-то поезжали из страны. Люди уезжают. Люди уезжают на Запад. Ну, как бы... Вот. Потом буквально у нас был недавно такой момент. Значит, уходит наш доктор в армию. Его забрали в армию. Семейный врач. А он работал за двоих. Я бы сказал, за троих. Вот наш доктор Сергей Леонидович. Он военным врачом. Служит сейчас в госпитале в Краматорске. И мы молимся, потому что... Но потерять такого специалиста, вот... А он верующий, наш брат. Я говорю, Господи, нам нужен врач-терапевт хотя бы. Нам нужен семейный врач. Потому что он семейный врач. Вот. Вот. А нету доктора. Ну, нету. Ну, не найдешь. Ну, нету врачей. Но они не подходят. Они либо неверующие, либо... Ну, как бы, христианская клиника. Ну, они не соответствуют нашим этим. Потом... Ну, у каждого свои нюансы. Вот. И остается буквально вот у нас... Ну, все. Катастрофа. У нас через день должна быть выезд мобильной клиники. А врача нету, кому выехать. И мы молимся с утра с нашим медицинским директором. И я говорю... И я говорю... Господь знает. Вот. Прошел где-то полчаса. Я спускаюсь вниз на регистратуру. А все знают, потому что мы молимся коллективом тоже. Каждый день у нас молитвенное собрание в 12.45. Но сейчас у нас в 2 часа дня мы перенесли. Вот. И девочки на регистратуру говорят... Юрий Александрович, доктор пришла. Терапевт, кардиолог. 35 лет стажа. Говорит, она уже на собеседовании у Эдарда Вячеславовича. Я говорю, прекрасно. Она говорит, представляете? Мы помолились. Она уже пришла. А она, оказывается, наша соседка. Она тоже из-за войны переехала из Кривого Рога к своей дочке, которая живет в соседнем доме. И она говорит, я много раз приезжала к своей дочери. Я видела вашу клинику. И дочка мне сказала, мама, хватит уже тебе там быть. Уже дочка подросла. Говорит, внучка твоя, давай. Ты до обеда себе найдешь работу. А после обеда будешь с ребенком. Пока я работаю. Она переехала. Она, у нее 35 лет стажа, заведующее отделение. Она прекрасный кардиолог, прекрасный терапевт. Она пришла вот прямо раз, когда нам нужно было сделать шаг веры. Слава Богу. Тамара Васильевна, прекрасный человек. Вы бы видели, какие она шлет открыточки в нашу группу чат. Постоянно с библейскими текстами и так далее. Не прошло. Еще один опыт у нас был такой интересный. У нас была воздушная тревога и был очень сильный ракетный обстрел. Это где-то два месяца назад. И в этот день ракеты летели прямо с самого утра. И как раз где-то, когда люди идут на работу, где-то пол восьмого началось это все. И где-то час шел обстрел. Несколько десятков ракет. Там разные есть баллистические ракеты. Они летят несколько минут. А есть ракеты крылатые. Их выпускают за полтора часа. Они летят, за ними следят. И мы уже знаем, что через полтора часа ракеты прилетят. Они заходят в воздушное пространство Украины. И в чатах мы это все мониторим. Но люди, кто-то собирается на работу, кто-то готовится идти в бомбоубежище. Ну и наши тоже спустились в бомбоубежище. Как бы начало рабочего дня. Но все равно жизнь не останавливается. Автобусы ходят. Метро, правда, останавливается. Оно работает как бомбоубежище. И уже прям начался обстрел. Слышаны взрывы. Такие довольно сильные. Работает ПВО. Я на первом этаже подошел к охраннику. Смотрю, охранник смотрит в камеру. Я говорю, что там? Он говорит, там женщина стоит на крылечке. Под крыльцом. На входе в клинику. Я говорю, хорошо, я подойду к ней. Она шла на работу. И зашла под крылечко. Чтобы спрятаться от ракеты. Под крылечко. Роман. Ну это женщины. Я вот люблю женщин. Непосредственных, простых. Вот. А дело в том, что доктор-невролог у нас. Она работает и в нашей клинике, и в Черновцах клинике. В Адвентийской. Она может быть только две недели в месяц. А иногда нам невролога вот просто не хватает, не хватает. И я эту женщину выхожу. Значит, я ей говорю, добрый день. Говорю, у нас в подвале тепло. Вы говорили, не стойте на холоде. Заходите. Она говорит, я на работу, я бежу, у меня тут рядышком. Я говорю, ну зайдите. Сейчас закончится обстрел, 15-20 минут. Пойдете. Она говорит, хорошо. Мы зашли, сели, спустились с ней. Говорю, кто вы, что вы? Она говорит, я врач-невролог. Дальше продолжение ты, я думаю, представляешься. Слава Богу. Да, вот понимаешь, то есть как бы у Бога вот, ну, вот. Ну просто. А последняя вот история, это была с семейным врачом. Я говорю, господи, ну нужен семейный врач. Ну вот нужен семейный доктор. Вот. Тем более, что нам не хватает еще на выезды. Ну вот и все. Бог нам организовал семейного врача, адвентиста, прекрасную женщину. Очень искреннюю. С черновцов, кстати. Слава Богу. Я благодарен Богу за то, что есть такие опыты, когда ты вот видишь это прям, как говорится, как на глазах все происходит. Слава Богу. У нас есть такая традиция, мы просим гостя, чтобы всегда в конце программы он молился за те нужды, которые люди присылают нам на нашу программу. И я потом попрошу тебя особенным образом отдать все эти просьбы в руки Божьи. Хорошо. Друзья, а как вам такое чувство, когда ты ощущаешь, что Бог рядом с тобой везде, справа или слева, ложишься ты или встаешь? Знакомо ли вам такое чувство? Священное Писание говорит нам о том, что именно так Бог относится к каждому человеку, который доверяет ему свою жизнь. Мы находим много аллегорий, которые Бог представляет нам, говоря о том, что Он как птица или как орел, который заботится о птенцах своих, который хочет собрать их вместе. Иисус Христос тоже использует этот же пример, когда Он смотрит на Иерусалим, говоря, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать всех вас, как птица собирает птенцов под крылья свои. Именно такой есть забота Бога о каждом из нас. В другом месте Он говорит, что я забочусь о вас, как человек о зенице ока своей. В другом месте говорит, что все ваши имена записаны на ладонях моих. Это невероятно. Понимать и осознавать, что наши жизни или наши вопросы, они всегда у Бога под контролем. Хочу прочитать вам небольшой отрывок из 138-го псалма. Это с 1 по 6 стихи. Послушайте, как тут интересно и красиво представлена эта вся картина. «Господи, Ты испытал и знаешь меня. Сажусь ли я, встаю ли, Ты знаешь. Мои мысли понимаешь издалека. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты видишь. И все пути мои знаешь. Нет еще слова на моих устах, но Ты, Господи, его уже знаешь. Ты вокруг меня и впереди, и позади, и кладешь на меня свою руку. Ведение Твое чудно для меня, слишком велико для моего понимания». Это все, как в тех опытах, которые мы сегодня слышали от нашего гостя. Когда мы только подумали, а Бог уже решает. Друзья, пусть в вашей жизни будет точно так же. Помните, что Бог знает все наши помыслы, все наше воздыхание. И та проблема, с которой мы сталкиваемся, она уже у Него на графике для решения. Но единственное, что нужно, это полное доверие, которое приносит мир и покой. Пускай молитва всегда движет вашей жизнью. Я уверен, что именно так оно и происходит. Нам всегда приходят молитвенные просьбы. Просьбы очень разного характера. Кто-то просит о своих родных и близких. У кого-то проблемы со здоровьем. У кого-то духовные переживания. Очень много просьб есть и из территории Украины, где вот сейчас при всех этих обстоятельствах люди очень нуждаются в Божьей поддержке. И я бы хотел, чтобы ты особенным образом просил Бога заботы, охраны. И самое главное, чтобы Бог посылал людям вот этот мир и покой от чувства того, что все в Его руках. И Он никогда не забывает. Абсолютно верно. Только все в Его руках. Давайте помолимся. Отец Неба и Земли, Владыка Вселенной, с большим уважением, Господи, и благодарностью мы приходим к Тебе и сейчас, в этот момент. Ты знаешь нашу жизнь, Господи. Ты знаешь ее тогда, когда мы себя еще не помнили. Ты знаешь, Господи, когда она на этой земле должна завершиться. Но самое великое — это нам знать, мне знать, Господи, что Ты дал нам вечную жизнь. потому что, зная Тебя, общаясь с Тобой, наша жизнь не завершается. Она может только быть поставлена на паузу смерти. Но это пауза, Господи. Многие люди боятся смерти, боятся за своих детей, боятся за свои тела, за свои, Господи, обстоятельства, в которых они оказались. Боже, дорогой, пусть этот дорогой брат или эта дорогая сестра положит свою жизнь, доверит в Твои ладони, чтобы, Господи, снова и снова звучали Твои обетования через наши уста. Ты сказал, я Тебя не оставлю, я Тебя не покину, буду руководить Тобой, око мое над Тобой. Господи, Ты смотришь по всей земле, чтобы найти тех, чье сердце вполне Тебе предано. Господи, пусть это будет наша преданность Тебе полной, потому что Ты знаешь путь нас, в какой бы мы стране ни находились, куда бы Ты нас ни привел. Потому что, Господи, Ты подарил нам вечность, а у вечности нет границ ни во времени, ни в пространстве. Господи, кто-то молит о своих детях, может быть, кто-то заблудился очень сильно из детей. Господи, а кто-то уже в таком возрасте этих родителей, что переживает, что он уйдет, а дети так и не примут Тебя. Отец, мы знаем, что наши молитвы Ты помнишь и Твои обещания держишь, даже если нас уже нет на этой земле. Потому что, Господи, я видел это в жизни моей бабушки. Я вижу, как ее молитва до сих пор меняет жизнь моих братьев, сестер. Господи, я вижу, как меняются жизни ее детей. Господи, Ты хранишь и любишь простодушных. Господи, пожалуйста, дай нам эту простоту того, что Ты… Простоту понимания того, что Ты — Бог, а мы — Твои дети. Ты — наш Отец. Мы — Твои. Господи, Ты не называешь нас рабами уже, Ты называешь нас друзьями, а нет больше той любви. Если кто положит жизнь на своего друга, и Ты положил эту жизнь, Господи, и она уже принесена в жертву, и Ты уже подарил победу. Пусть, Господи, это знание, это понимание утешит сердце того, кто сомневается. Господи, пусть это понимание Господи, растопит покаянием того, кто думает, что ему нет прощения. Божий Великий, Ты защищаешь детей Твоих в боевых действиях, гражданских, военных. Господи, Ты опускаешься в это в средоточии греха, зла, боли. И Ты там, Господи, вопреки всему, делаешь, переплавляешь зло на добро. Береги каждую семью, каждого ребенка Твоего, взрослого или маленького, для Твоей вечности, чтобы мы строили с Тобой эти живые отношения. Прошу Тебя, Господи, об этом. Береги наши семьи, потому что, Господи, Ты знаешь, Ты сотворил семью, чтобы мы росли, наполняли землю, а войны уменьшают и землю, и семьи. Господи, дай нам помнить это самое главное и концентрироваться, Господи, держать свой фокус на отношениях с Тобой и вкладывать свое время, Боже, не пустыми словами, а свое время в семьи наших, детей наших. Господи, в отношения с супругами, чтобы, Боже, милость Твоя и пример Твоих христианских семей радовал этот мир. Даже если мы разделены расстоянием, Господи, объединяй нас, трудись нас, во имя Твое мы просим. И благодарим Тебя за услышанную молитву, потому что мы просили во имя Иисуса Христа и славим Отца, Сына и Святого Духа. Слава, слава, слава Тебе, Боже. Аминь. Аминь. Еще раз большое спасибо за то, что у тебя была возможность быть с нами сегодня из-за этих чудесных опытов. Пускай Бог благословит вас, ваше служение. Мы обязательно будем молиться за вас и дальше, чтобы вот такие чудеса не прекращались в вашей жизни. Я, знаешь, хотел бы сказать еще вдохновение такое маленькое. Мы выехали больше, чем в 150 городов и сел, пострадавших от войны за два года. Каждый раз, куда бы мы ни ехали, где есть риски обстрелов, куда даже может быть опасно ехать, физически опасно. Я знал всегда, что Господь там, и это физически ощущается. Аминь. Слава Богу. Когда трудности приходят, Бог открывается сильнее. Важно это помнить. Пусть наши зрители помнят это. Чем тяжелее темнота, тем ближе рассвет. Спасибо за твое пожелание. Слава Богу. Дорогие друзья, помните, что мы молимся о ваших просьбах не только на этой программе. Все наши молитвенные группы, мы лично постоянно приносим ваши молитвенные просьбы, когда склоняемся перед Богом в молитве. Поэтому пишите нам на нашу программу на протяжении всей недели, и мы обязательно все эти просьбы представим и в следующей программе. Мы желаем им всего самого наилучшего, и до встречи в следующем эфире.